Туристическая отрасль после резкого скачка стоимости иностранных валют в ноябре 2014 года до сих пор не может восстановиться полностью. В последнее время, после того, как курс доллара более или менее приобрел понятное очертание, туристы постепенно начали подтягиваться в агентство за путевками. За пару месяцев до Нового года это стало весьма актуальным, ведь многие предпочитают встречать и отмечать зимние праздники на курортах. В прошлом году на фоне роста курсов валют был такой спад спроса на новогодние туры. Люди смотрели, что там дальше будет. В этом году немножко поживее спрос на Новый год. Если в прошлом году все предпочитали больше в России остаться, не рисковать в связи с ростом курсов, то сейчас более-менее стабильный курс, и поэтому спрос на зарубежные направления тоже есть на Новый год. Популярные горнолыжные курорты, популярные солнечные какие-то наши популярные, как Египет, так и Арабские Эмираты. Кстати, многие сменили свои предпочтения, пересели с самолетов на машины и теперь путешествуют по нашей необъятной и странам ближнего зарубежья на колесах. Это выгоднее, особенно если вы отправляетесь на отдых с семьей, да и надежнее в свете последних событий, связанных с потерпевшей крах авиакомпании «ТрансАэро». Чаще всего в декабре приходится отказывать людям в связи с тем, что нет мест на самолетах, нет мест в отелях. А сейчас в последнее время еще снято много рейсов в связи с последними событиями, поэтому перевозка – это дефицит испытывает. То есть спрос выше, чем количество самолетов по каким-то направлениям. Те, кто на машине путешествует, мы предлагаем варианты в Санкт-Петербурге, где-нибудь в Карелии, в Финляндию можно на машине поехать, в Германию, в Польшу и так далее. То есть вариантов масса. Программ тоже великое множество. Даже все мы, в принципе, не можем на сайте разместить. А вот эксперты портала Travel.ru выяснили, в каком из российских городов дешевле всего провести выходные. Расчеты поездки складывались из следующих пунктов. Проживание в гостинице, питание и экскурсия в местный музей. В общем, как индекс бутерброда, только для туристов. Рейтинг показывает общий уровень ценно-туристические услуги в разных регионах России. А разница между ними очень ощутимая. В Брянске бутерброд из гостиницы, кафе и музея стоит 1730 рублей. А в Петропавловске-Камчатском – 6290. Москва, Рязань и Северная столица сейчас по стоимости находятся примерно на одном уровне. Многие спрашивают, наоборот, на рождественские, европейские праздники какие-то пакеты. Потому что перед Новым годом съездить гораздо дешевле, чем в канун Нового года и после каникулы. И поэтому таким образом можно сэкономить. Съездить, допустим, в декабре в Австрию, да, посмотреть на вот эти домики. Там красиво украшенная атмосфера вот эта прочувствовать. И, допустим, то же самое, если улететь 2-3 января, это будет гораздо дороже. Но не все могут в конце года улететь. И тут свободное время. Естественно, спрос повыше, цены повыше. Где провести свои выходные или праздники – решать, конечно, вам. Ведь финансовые возможности у всех разные. Сейчас у туристов имеется огромный выбор, и это радует. Главное помнить о том, что где бы вы ни решили встретить и провести новогодние каникулы, думать и планировать свой маршрут необходимо заранее. Как раз сейчас самое время.